Прежде чем создать проект, хорошо бы подумать об его названии. Microsoft рекомендует использовать унифицированные namespaces, то есть название пространства и имен. Я всегда в своих проектах добавляю свой никнейм, название. Значит, я создаю проекты самым образом. Первым делом создаю Solution. Далее в Solution добавляются проекты. У меня этот проект будет MBC, только ненавижу Albasic на C-Sharp. В соответствии с названием надо будет иметь дополнительный суффикс web. Что касается выбора темплета для создания проекта, то тут все просто. Empty проект создает самый пустой, самый основной набор файлов сгенерированных в Visual Studio для функциональности проекта. Web Form создает веб-формы, само собой разумеющееся. MBC добавляет в структуру дополнительными контроллерами, которые позволяют авторизовать. в S-Driven Development делать. Ну, то есть, собственно говоря, то, что здесь написано, вы можете ознакомиться. В WPPI все то же самое, плюс еще дополнительные сервисы для работы с WPPI. Я всегда выбираю, ну, в большинстве случаев, скажем так, я выбираю Empty с галочкой MBC. На данный момент я не буду использовать идентификацию для простоты. Я создаю проект. Отлично, проект создан. Но скажу следующее. Так как Visual Studio разделена на модули, и часть ее, в том числе, ASP.NET, повторяется, поставляется наггет-пакетами, то первым делом, после создания проекта, я допускаю команду обновить пакеты. А в данный момент у меня пустой проект, и ничего не изменится, ничего не обновится. Но я очень сильно рекомендую это делать. Следующим этапом я создаю инфраструктуру основную в виде дополнительных проектов. На данный момент у меня будет новый дополнительный проект, который будет называться Models. Можете назвать его Models или Domains, то есть основная структура единицы. Этот файл я удалю. Дальше, еще я добавляю сразу же новый проект. Тоже класс library, который называется DemandData. Так как я буду вести и показывать пример работы с базой данных, вот, мне потребуется установить наггет-пакет. Install package, который называется entity, ой, sorry, entity framework. Только единственное, что мне нужно сделать, выбрать, куда установить. Я буду ставить entity framework в DATAL. Запускаем установку. После того, как Visual Studio создала проект, он на самом деле пустой. Единственное, что мы знаем, что у нас есть, это есть road config, в котором написан controller home и action index первым делом. Я всегда пишу название controller action с маленькой буквы. С чем это связано? Дело в том, что когда разрабатываются коммерческие проекты, в которых очень важна SEO-оптимизация, такое понятие, как заглавная буква, имеет принцип разделения на два разных типа адреса. Один адрес будет с сайта использоваться с заглавной буквой, а один будет с маленькой. Таким образом, статистика, например, live internet будет разделена. Это, на самом деле, не важно, если вы делаете коммерческие. Но, если пути выйдут одинаковые на всех сайтах, со всех структурах, которые вы будете использовать в проектах, это будет большим плюсом. Значит, таким образом, раз у меня здесь написал controller, я хочу, чтобы мой базовый контроллер основной назывался сайт. Тогда, как он у меня уже практически вот создан. Вот он теперь у меня создан. Теперь я хочу создать первую страницу, которая будет открываться. я хочу допустить проект и проверить, что он компилицией работает. Вот моя страница. Я хочу написать Demo Project. Ой, выводит... Здесь я сделаю такой... Вот такую маленькую хитрость. Собственно говоря, я теперь могу запустить проект и проверить, что он у меня компилируется. Вот немаловажная деталь. Для того, чтобы проект заработал в полной мере правильно, на закладке Web нужно поставить такую галочку, чтобы проект запускался не с текущей страницы, а по умолчанию. Давайте посмотрим теперь на главную страницу приложения. На главной странице мы видим, что скрипты и ксс на каскадной таблице стилей файлы намертво вшиты в структуру главной страницы. Дело в том, что каждый из браузеров на один момент времени может создать до 6 потоков подключения к браузеру. То есть, если у вас 6 скриптов и 12 картинок, то пока первые 6 скриптов не загрузятся, картинки грузиться не начнутся. Ну и наоборот. Если у вас 20 картинок стоят перед загрузкой скрипта, то пока не загрузятся картинки, никакой загрузки скриптов речи быть не может. По этому принципу работают все браузеры. Чтобы минимизировать потери времени на загрузку отдельных компонентов страницы, используется оптимизация. Многие программисты решают ее по-разному. Например, есть сторонние компоненты, которые сжимают Ява скрипты, существующие в проекте. А потом выкладывается уже на продакшн версию конкретная, только там один скрипт, который собирает в себя все скрипты в кучу. А я в свою очередь хочу показать, как реализована минификация и оптимизация скриптов на MVC. Чтобы настроить оптимизацию минификацию в проекте, для этого нужно создать файл. Назовем его BAND. Ну ладно. BANDLESS CONFIG. Вот, отлично. Теперь у меня тут есть такая маленькая хитрость. Эта маленькая хитрость называется шаблоны для решарпера. Так, теперь шарпер нам поможет подключить нужное пространство имен. А теперь... Сейчас я все добавлю, а потом расскажу. Теперь мы подключаем этот файл. Вот все, да? Вот опять же... Ой, сори. Сделано для того, чтобы максимально ускорить разработку. Сохраняем. Теперь тут по порядку. Если вы не знакомы с BANDL-ами, то вот это вот есть ссылочка, которая про эти BANDL-ы все вам расскажет. Что это такое, как оно и зачем. Я только расскажу, что у меня созданы BANDL-ы. Это по большому счету пакет. У меня есть пакет для jQuery, который всегда грузится на странице. Я, кстати, могу его скопировать. У меня есть пакет jQuery VAL, которым используются скрипты непосредственно для валидации ввода форм. Есть нокаут, сейчас они все отключены. BANDL-сайт, в котором есть архитектура для javascript'ов внутренне моего собственного проекта на javascript. Modernizer, если вы заметили. Bootstrap, который загружается сразу. Ну и, собственно говоря, все остальное. Теперь нам эти BANDL-ы нужно... Sorry. Нужно подключить на главной странице, заменив использование вот этих скриптов. Ну и первый вариант. Надо запустить приложение. NetJuTonJSON. Так, ну так бывает. BANDL-сайт. Я, насколько помню, это всего лишь говорит о том, что пакетж, который был установлен, не совсем той версии, которая требуется для текущей сборки. Update Package это, на самом деле, очень важная команда и достаточно частая. Или нет. Чем чаще вы будете использовать, тем меньше количество багов будет у вас в проекте. Запустим. Так, проект запустился. Отлично. А теперь я на ускоренной перемотке покажу вам, как подключать BANDL-ы. Обратите внимание, что все скрипты, которые используются или будут использоваться в проекте, подключаются перед закрывающим тегом BANDY, чтобы их действие, простите, чтобы их действие начиналось работать после того, как страницы загружены. То есть контент HTML загружен и начинают работать скрипты. Единственный скрипт, который грузится в начале, это модернайзер. Наверху, посмотрите. Дело в том, что для того, чтобы определить компатабилити браузера, он должен стартануть до того, как загрузится вся страница. Вот. Ну, собственно говоря, подключаем и запускаем. Скрипты запустились. Вот они на самом деле присутствуют и KSS и скрипты. Пока я работал со скриптами, обратю внимание, что некоторые версии скриптов не совсем не устраивали. Для этого, в принципе, можно запустить одну команду. Update Package. Вот. А можно непосредственно выбрать, какой скрипт обновить. Я хочу по очереди обновить каждый из скриптов. Отлично. И, соответственно, еще модернайзер. 283, 262. Отлично. Теперь со скриптами полный порядок. Запустим и проверим, что все работает. Да, так и есть. Обратите внимание, что скрипты уже свежие. Так, ну что, поехали дальше. При разработке любого приложения важно использование основных принципов и законов программирования. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что, если одни и те же программисты знают одни и те же законы, то разрабатывать приложение становится, как минимум, удобнее. И говоря о том, что, зная, как устроено приложение, по какому принципу оно работает, удобнее его сопровождать, развивать, модифицировать, масштабировать. Таким принципом является, таким набором принципов является принцип Solid, который, в первую очередь, давайте я покажу, что это такое Solid. При собеседованиях в разной компании очень часто спрашивают про этот принцип. Вернее, про описание каждой буквы с приведением конкретных примеров. Если человек не понимает, если программист не понимает, что для чего это нужно, то просто с ним даже речи нету о том, что принять его на работу. Ссылочку я вам показал, посмотрите. Теперь поговорим о том, что в нашем проекте мы будем реализовывать принцип инверсии зависимости. Для этого используются Dependency Container, то есть Dependency Injection Container. Я в своей практике привык использовать AutoFact Container, который специально посоздавался на языке C-Sharp и для C-Sharp, для платформы Net, для разных версий использования платформы, то есть Web, Win, DPF, WinFone, WinStore. Везде этот контейнер присутствует. Значит, для того, чтобы начать, у меня есть, опять же, маленькие хитрости, я создам файл AutoFact Config Ой, Config Пойдет. Дальше у меня есть моя собственная заготовочка AutoFact Config Dependency Проверим Вот, тут у меня есть большая ссылочка Значит, сейчас я установлю Для того, чтобы установить контейнер Я воспользуюсь, опять же, командой Install Package Которой AutoFact идет для версии M15 Контейнер сейчас установился Теперь применим зависимости Вот Ну и напоследок, что остается Применить этот Этот Сейчас скажу, где Файл Auto Ёшкин код AutoFact Config Мешалайз Вот Вот Собственно говоря Подключен и настроен контейнер Теперь по порядку Значит, все необходимые Информации по поводу того, как что остается, можете посмотреть по ссылке Я же только скажу общее Значит, в этой части Создается Билдер Так называемый Который То есть, контейнер AutoFact состоит из двух частей Из билдера и, собственно говоря, своего контейнера Это одна из его Специфик работы, можно сказать Вот Значит, далее Здесь настроятся основные Параметры, которые, собственно говоря, на сайте примеров есть Которые для работы именно MWC Подключаются контроллеры, байендеры, модули и Source В этой строчке Контейнер создается То есть, билдится И привязывается Как основной Депендентс и резолвер Для Приложения Хочу заметить, что В версии MWC 6 Которая включает в себя И MWC концепции И Web API И все остальные Которые были раздельны До определенного момента Контейнер Уже Является встроенным То есть Там уже спорный вопрос Как что использовать Но, собственно говоря, дело не в этом Контейнер Установлен И работает Теперь Нужно Что-то Нам Задепенденсить Пусть Примером будет Система логирования Так Для того, чтобы Установить Систему логирования Я использую Самую распространенную На мой взгляд Самая простая И самая Мощная Система Называется Это Log4Net Для того, чтобы Начать Использовать Для начала Нужно Создать Файл Конфиг Я Его Назову Log4Net Конфиг Судя Создала Теперь Я использую одну из своих маленьких хитростей У меня создался Файл Теперь Дело за малым Нужно подключить Эту сборку Но Перед этим Я хочу Настройку В Ассембли добавить Чтобы Самый простой Кстати способ Подключить Log4Net Для Запуска Логирования Это В Ассембли Добавить Специальную Директиву Теперь Устанавливаем Наггет Пакет Устанавливаем Пакет Отлично Все покрасилось Из красного в белый цвет Здесь В настройках Указывается Название файла Принцип Принцип Система Темплейтов Для Формирования Сообщений Влог Все это можно посмотреть на сайте Log4Net On.org Честно говоря Врать не буду Не помню Но не важно Так Таким образом У нас получается Что Система должна Каплироваться Да Это так У нас Есть Главный контроллер Который Называется Сайт У нас Есть Метод И теперь Собственно Пришло время Попробую Что-нибудь Заинжектить Прежде чем Чего-то Куда-нибудь Вливать Первым делом Необходимо Что-то где-то Зарегистрировать Если Точнее В контейнере Все что может Куда-либо Вливаться Должно Быть Зарегистрировано В контейнере Я хочу Зарегистрировать Интерфейс ILOG Который Я буду использовать Как система Логирования На всех Уровнях Логики Итак Для начала Создаем Инстанс Этого Логера По-моему Он создается Вот Таким Вот Образом Ой Sorry Type Of MBC Application Есть Такое Делаем Теперь Я говорю Контейнеру Зарегистрировать Пусть Это Будет Логер Ой Я назвал LOG Мы Его Зарегистрируем Как ILOG Интерфейс Вот И еще Очень важное Понятие Instance Per Per Request Вот оно То есть При каждом Реквесте На сервере У меня будет Создаваться Инстанс Этого ILOG Хотя Можно сделать Конечно Singleton Но Тут Собственно говоря В зависимости От того Как Использовать Если Создать Singleton Поместить Туда Реализацию ILOG Тогда Регистрация Должна Будет Как Singleton И В данном случае Мне Достаточно Такой Реализации Теперь Что я могу сделать Я могу Подкомпилировать Ну Собственно говоря Начать Инъекции Все Делается Очень Просто Я Ставлю В Конструктор Параметр Теперь В Индексе Я могу Уже Так Const String Message Стоп Так Вот Сделано It's Works Здесь Делаем Logger Info Пусть Вводит Message И Еще Вот Такую Штуку Сделаем Здесь Контент Здесь Напишу Message Теперь Можно Запустить Приложение Отлично Как ни Странно Это Работает Здесь В Корне Проекта Должен Проявиться Файл Появился Ну И Осталось Последнее Что сделать В нашем Проекте Это Настроить Базу Данных Соответственно DB Контекст Пришло Время Прикрутить База Данных Проекту Так Я Помнится Уже Устанавливал Да Ну Что Создадим В проекте Demo.data Новый Файл Я Назову Ой Application DB Context Нет Д Все Таки Б Вот Здесь Опять Применю IDB Маленькую Хитрость Вот 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 Так Вот Так О Ага Значит так Ну собственно Тут все написано IDB Context Это абстракция на адаба Context Который используется Entity Framework Это основные Методы и свойства Переведенные в интерфейс Для того Чтоб можно было настроить Юнит тестирования Этот файл Мы выкинем в отдельный файл Отлично Здесь мы его закроем Также у меня есть АПП контекст Который по умолчанию Является Наследником IDB Context И является Реализация интерфейса IDB Context С предварительными Настройками Ну соответственно И со строкой Подключения Вот Поэтому Этот абстрактный Класс Я тоже выкину В отдельный файл Вот он в отдельном файле Так Теперь у меня еще есть Теперь у меня еще есть IContext Этот Этот файл Дб Context Context Для Ой For Application Сюда будут добавляться Сущности Их реализации Ну например Вот есть уже модуль Но чуть попозже Теперь мне нужно Так Проверить Если я настроен Так Логгер у меня настроен Значит я могу Открыть его Использование Здесь У меня Тоже Все Настроено Логгер открыт Все Отлично Сохраняем Далее Так Здесь Здесь Все Готово Так Теперь Что касается Модели Давайте Для примера Создадим Какую-нибудь модель Над Над Которой Будем Класс Пусть Пусть Мне Мне Ограничить Ограничить Количество строк В SQL Server Для модели Я сделаю Вот такой вот String Leng Leng Tch Leng Tch Sorry Не помню Как пишется 50 Не хочет Не хочет Подключим Описание Display Name У нас будет Что там Имя Упс Sorry Такую же операцию Проделаем И для Фамилии Это У нас будет Воз Просто О Угружение По строке Уберем Этого Достаточно Теперь вернемся В любой контекст Есть iContine Неправильно iContext Есть iContext iContext Неправильно Вот iContext Есть Такой Добавим Сюда Модель Что У нас там Person Да Пусть Были Person Отлично Добавим Reference Теперь Теперь Нам нужно сделать Реализацию Вашем Классе Будем Использовать Автосвойства Теперь Нажимаем Build Прокомпилируется Вот Дальше По порядку Собственно Говоря Нужно сделать Инициализатор Базы Данных Для того Чтобы Можно было Создать Таблицы В SQL Сервере Перед тем Как это сделать Давайте Проделаем Еще одну штуку Которая Называется Включить Миграции Я буду включать Для проекта Дата Так как У меня туда Установлен Entity Framework Sorry Add Для начала Перед тем Как Нужно Установить Миграции Enable Migrations Я Включаю Миграции Появляется Папка Migrations Да Здесь Я хочу Поставить Чтобы У меня База Автоматически Мигрировала И Хочу Разрешить Удалять Данные При Условии Создания Новой Версии Инфраструктуры Каталога База Данных Так Теперь у меня Это все есть Далее Мне нужно Создать Инициализатор Ну По многим причинам Я это делаю Собственно говоря Опять же все из опыта Дб И не Дб Контекст И не Нишалайзер Вот Пусть он будет Интернал Ой Как так получилось Интернал У него будет Интернал Статик Войт Интернал Параметр Нужно Простите Аппликейшн Дб Контекст Аппликейшн Дб Контекст Вот Вот Здесь Собственно говоря Можно проводить Инициализацию Данных Как это используется Очень просто Дб Инициализация 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 Зачем это сделано Можно было бы сделать Всю инициализацию В методе Но Бывают ситуации Когда Инициализация Базы данных Или обновление И производится Из других мест Не только при инициализации Обновлений Поэтому Этот метод Дб Инициализация Можно использовать И в других местах Так С этим понятно Далее Дальше Чтобы нам Продолжить работу Нам нужно Создать базу данных База данных Создается при первом Обращении к ней Или при выполнении Команды UpdateDatabase Я открою SQL Server Чтобы мы увидели Что там у нас Пока Нету Базы данных С названием Демо 1 Вот Сейчас Список базы данных Их нету Теперь Собственно говоря Нужно сделать Выполнить Команду AddMigrations И Initial Это Как название Для Этой миграции Миграция Создалась Вот Теперь Мы Сделаем Так Чтобы не мешалось Теперь Сделаем Главную команду UpdateDatabase Сейчас Entity Framework Создал мне Уже Обработав мою Первую Миграцию Создал мне В SQL Server Базу данных При этом Выполнив метод Сид Проверяем Создана ли база Да и действительно Создана Здесь Есть Одна Таблица Person Здесь Есть Вот Значит Основная Часть Достигнута Теперь Давайте Парочку Парочку Инициализирующих Создадим Парочку Person Для Инициализации Контекста Мы Напишем Context Persons Add New Person Ну Пусть будет Один Хрен И так будет Быстрее ID У нас будет Один И так Вот так Еще раз Name Пусть будет Ну Пусть будет Джон Классным До Ну И Age Ну Он уже Старый Программист Ой Сори Поспешил Вот Ну и собственно говоря После того В контексте что-то Написали Нужно сделать Save Change Нажимаю Сохранить Проверяем Выполняем Команду Update Database Проверяем Что Таблица Обновилась Да Джон До Появился Бас Данных Так SQL Server Больше Не потребуется Давайте Попробуем Проинжектить Для того Чтобы Что-то Проинжектить Надо Сначала Что-нибудь Зарегистрировать Application DB Context Зарегистрирую Как Реализацию iContext Вот Оно Дальше Просит Установить Framework Да Reference Добавил Все Котово Сохраняем Запускаем А нет Стоп Не запускаем Сайт Сайт Контроллер Здесь Здесь Отлично Вернем Это На View Так Здесь У нас Дальше От это Все Лишнее Удаляем Таким Вот Образом Это Пока Тоже Не нужно И Пока В данной Реализации Я хочу Показать Простой Способ То есть Чтобы Закончить Так Сказать Видео Это Правильное На Веселой Ноте Я Заинжекчу То есть Я сюда Добавлю контекст Вот И Здесь Попробую его использовать var person равен контекст per person Сейчас Пусть Будет Так Я поставлю Здесь Breakpoint У меня Юшка Не готова Чтобы показать Ну думаю С Юшкой Вообще Ничего сложного Нет Я выполнил Первое действие Вот Почему Я сказал Что это Не самый правильный Способ Объясню Вкратко Вливать В контроллер Вливать В контроллер Непосредственно АДБ Контекст Не совсем правильно Дело в том Что Исходя из этой концепции Получается Что бизнес логика Будет Так сказать Размазана По методам Контроллеров Таким образом Собрать В кучу Всю бизнес логику Будет на самом деле Очень сложно Опять же Руководствуясь Личным опытом Правильным вариантом Было сделать Конкретный Класс Который бы Ну я обычно их называю Процессорами Который бы отвечал За конкретную сущность Например Персон процессор Которым было Реализовано Функции Создания Удаления Редактирования Возвращения То есть Коллекции Персонов Таким образом Собирая в кучу Логику Приложения Таким Сложить Если бы У меня в приложении Было большее Количество Сущностей Было бы большее Количество процессоров Далее Это все Объединяется В провайдеры И более низкий уровень Который может использоваться В разных процессорах Называется Сервис Но это мои собственные Предпочтения Названия Безусловно Это подлежит обсуждению Но Что еще сказать Спасибо за внимание